Всем привет! В этом видео я вам покажу свой способ, как я травлю рисунок на железе. Для этого нам потребуется зарядное устройство, пустая пятишка, соль, соответственно сама заготовка, обезжириватель и электрод. Первым делом у пятишки отрезаем верх, чтоб наша заготовочка свободно помещалась в емкость. Следующим шагом берем обычную поваренную соль, как можно больше, высыпаем пятишку и заливаем теплой водой, пока соль растворяется в водичке, подготовим следующий элемент. Следующим элементом является сам топор, берем чистую ветошь, нам необходимо его обезжирить, наносим спирт и с обоих сторон аккуратненько обезжирим. Заказал у себя в типографии вот такие наклейки, которые будем наклеивать на топор рисунок. Сделали мне запасиком, бонусом. Сейчас посмотрим, что получится. Нам сначала необходимо вырезать один рисунок. Следующим шагом мне дали специальную такую клейкую ленту, на которую наносится рисунок и переносится на изделие. Сейчас посмотрим как она работает. Необходимо хорошо ее прикатать и потихоньку убирать. Видите, не сразу она схватывается. Короче процесс не такой простой, как мне ранее казалось. Когда ленту отдираете, необходимо вот эти кончики чем-то придерживать аккуратно, чтобы они за лентой сами не отреплялись. И затем, когда все отлетели, необходимо это все хорошенько придавить. Получилось вот так. Так, теперь наносим следующий рисунок. Получилось вот так вот. И в прошлый раз, когда я делал вот этот рисунок, выжигал, я сначала на топор наносил краску в водоиммерсионку, а затем вот этот рисунок. Но в чем сложность? Мне приходилось обводить полностью по краске вот этот рисунок и полностью краску в топорах очищать. В этот раз я захотел пойти по пути наиболее простому и поставить эксперимент. Эффективно ли выжится рисунок, просто нанеся наклейку. Сейчас проверим. Берем электрот и оббиваем всю изоляцию. Из электрода делаем следующую конструкцию. Находим середину примерно, сгибаем и выгибаем в обратную сторону. И получается вот у нас вот такая конструкция. Чуть-чуть близко согнул, надо согнуть чуть подальше, чтобы это все полностью вместе с топором. Сейчас покажу, полностью заходило в воду. Так, теперь одеваем топор на проволоку и опускаем его в воду, чтобы он полностью погрузился. Вот так вот даже чуть-чуть касается дна, но это ничего страшного. Так, затем плюс подсоединяем на топор. Минус подсоединяем. В прошлый раз я подсоеднял такой вот саморез. В принципе нормально с ним было, и в этот раз я использую его опять же. Подсоединяем его на минус. Включаем наше устройство. Процесс пошел, как вы видите. Все, подождем минут 10. Посмотрим, что происходит с топором. Не знаю, как вам будет видно, но топор начинает на глазах покрываться черным налетом. Вот такой вот процесс идет. Итак, закончилось травление. Выключил. Я его сразу помыл. Так, ну, теперь посмотрим, что получилось. Так, сейчас возьму зубица маленькая. Получился ли наш рисунок. Да, как видно все отлично получается. Конечно, протравился он не сильно глубоко. Сейчас я все уберу, лишнее покажу. Вот так короче получается. Я думаю отлично. Так что способ рабочий. Пользуйтесь. Все у вас получится. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. До скорых встреч.